Вольха Стасёнок. Одинная у гомели дрессировщица голубов. У так званой труппе 10 птушиных артыстов. Як дитящее захопление перетворилося у ладжиття, чому дрессировщица птушек вучить своих подопечных, доведаўся Яуген Пабалавец. Вольха Стасёнок шмат годов займаецца дрессировкой. Спочатку был индык, зараз голубы. Их веерные хвосты ў палёте нагадываюць пухнатые кветки пивонь, а крылы – пялёстки астры, каже дрессировщица. Яшча ў дятінстве Вольха назірала за звычками птушек, а калі ўбашала ў цырку, выршала створыць нумар, який далей перетворывся ў сапрадну программу «Птушыны двор». Ну вот мои воспитанники. Этот голубь самый мощный, большой, красивый. Он зовётся главарь. Это его девочка, беляночка. Вот эта пара. Этот мраморный, потому что ў него такой окрас интересный. Тэма каханя поміж голубами особливая. Нездарма гэтых птушек запускают ў небо молодые. Самка керуё сямьёй, самец ёё оховая. Голубы моногамны. Пара часто привязана адін да аднога ўсё своё довга жыцё. И хоть сярод городскі голубу бывают в выпадке разводов, але гэта ў большей меры звязана з городской метуснёй. Усё, яку чалавека. И одно сяны починается гэтакже. Спочатку самец заляцаецца до самки, та прямая гэтине. Каля яны цалуюцца, значит, сямья створана. При гэтым выкармець птушанят, голубы могут только ў пары. Момент ухаживания и момент создания семьи очень схожи с жизнью людей. Происходят и ссоры, происходит и примирение. Когда появляется потомство, когда они сидят на яйцах, они не высиживают одна самка, не высиживают, высиживают вместе с самцом. И когда появляется потомство, они вдвоём его кормят 45 дней. Сёня Вольга Стасёнок, адзинная у Гомеля дрессировшица голубов. У так званой труппе 10 птушек артыстов. Да кожный индивидуальный падыход. Зараз Вольга у дельницы группы «Калейдоскоп Дивов» Гомельской областной филармонии. И нумер с голубами стал уже своей особливой адметностью концертов. Яугин Поблавец, Сергей Лукашук, Телерадо-компания «Гомель». Масленичный тыдень завершается. Сегодня в Минску самой ранецы во всех районах шумить шедрый кермаш. На пляцовце для Палаца спорта у першыню проходит конкурс на самый великий, смашный, пышный блин. Лепшие повары столицы пропонуют гостям покаштовать больше за 50 видов румяных оладок. С пшеничной, житней, аусяной муки, блины с бураков и бульбой. Тут же ладятся забавы с гульными конкурсами гучать бабулины частушки. Удельники и свята гучно развитваются зимой и сустракают весну. По традиции масленичный тыдень завершается даровальной неделей. Тому завтра треба попросить у близких про бачыння и шыстым сердцем и думками распачать Великий пост. Завершится ион на Великдень, який селета у православном календары, препадая на 1 мая. Их это были самые важные и цекавые падеи життя белорусских регионов. Глядите проект «Караина» в наступную субботу в 15.15 и на сайте Белтолерады и компании www.tvr.by. До встречи! С мясорубкой «Мулинекс» мощной и надежной прокрутить 1, 2, 3 килограмма мяса за минуту проще простого. А с «Корона Техно» еще и выгодно. Мясорубка «Мулинекс» с теркой для драников, овощерезками и насадкой для приготовления колбас по суперцене. Или в рассрочку всего за 391 тысячу в месяц во всех магазинах «Корона Техно». Если нервы натянуты, как струны, лекарственное средство «Релаксидин». Сохраняем спокойствие. У неделю 13-го саковика на дворье на территории Беларуси буде вызначать в область повышеного атмосферного тиску. Увага! В ночи месяцами по країні чакается туман, на особных участках дорог захавается гололюдица. У Бресте ночу минус один, короткочасовые опадки, днем пять вышей за нуль. У Гродня у ночи два морозу, у день три тепла, без опадков. У Витебску ночу три ниже за нуль, невеликий снег, днем каля нуля, часам мокрый снег. У Могилёй у ночи два з минусам, дождь, мокрый снег, у день три вышей за нуль. У Гомиле ночу каля нуля, короткочасовые опадки, днем четыре тепла, без опадков. У Минску у ночные годины два морозу, махчым мокрый снег, у день три вышей за нуль. У ближайшие дни у столице. У понеделок три вышей за нуль, часам мокрый снег, дождь, у авторок чатыры тепла, опадков не чакается. На дворе у наших соседев. У Москве плюс один, снег, у Киеве шесть тепла, дождь, в Вильнюсе плюс пять. У Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова